нам надо заглянуть в ту рулетку наверное добрый день добрый день а great britain у вас сейчас 1047 гринвич ясно у нас 947 о чем побеседуем у нас 848 если что о извините я в другую сторону посчитал лоханулся к говорит ничего страшно все нормально вы на какие темы общаетесь а вы знаете от советского союза там иногда в историю ну история я не сильно силен как ну в определенной да понимаю кое-что интересовался потому что а так знаете вообще вот от советского союза то же самое там до нынешних времен и политика и хобби у кого-то там это языки учат это профессор математики там бразилии наши таки тогда у меня такой вопрос когда придут к мир мирному соглашению сша и россия на каких условиях это будет вот ну скажем так я думаю не скоро я думаю не скоро потому что конфликты назревают на границе это казахстан допустим да тоже там не на куда они рулят вообще их от переворота спасли то есть такая вот значит они сейчас это они с америка начинают дружить все сильнее то есть на нашей границе ну ребята мы вас блин вам свои эти поли там войска чтобы они защищали хотя бы объекта вы этом усмиряйте ваших но у дкб когда вступила тогда то приглашению такая уже они все-таки попросили и горят помогите так вы вы как считаете это реально спасли или это просто была демонстрация как бы силу дкб нет ну дело в том что понимаете мы уже насмотрелись на эти демонстрации как бы в киеве к тому привели к чему сейчас привели нам этот и нам пусть они там дружат с америкой но они будут как бы не агрессивны там хотя бы как бы сохраняли какой-то более-менее нейтралитета обязательно что они должны прямо за россию там это самое не это россия когда это было бы неплохо конечно но если нет твой чужим там свергать кого-то будем по поводу америки россия ду скоро не придут каким-то договоренностям таким вот как вы думаете какие это будет договоренности и кому это будет выгодно и что хочет вообще россия что устроила бы россию ну устроила то что всем выгодно если всем выгодно вот торговые отношения допустим да хотя бы те же взять потому потому что как обычно войны это заканчивается а торговые отношения потом приходится возобновлять германь после второй мировой войны возобновили отношения советский союз то там торговали довольно неплохо между там разные мы им там нефти газ там или еще чуть больше вроде бы и не было так ну вот я там поставляли автомобили и там еще что-то там какие-то определенные станки может быть это немцы и сами умеют станки делать а я не думаю что скоро потому что вот и говорю именно вот эти следующие конфликты которые назревают это азербайджан допустим да вот взять тоже и чё там типа это одни недовольны тем другие недовольны тем с армении значит там же все порешали кажется нет решали порешали но недовольство остались вроде пашинян явился на снг как бы вот приехал вроде вроде остыл это армения до армения вот и вроде бы да и потому что ребята мы тут стоим блин это как два малыша дерутся и чудевая разнимать их просто да вот за шкирку взял каждого там так все не мне кажется мне кажется знаете россия очень мудро поступила что решила локальный конфликт на кавказе чтобы она не вспыхнула и не стала еще одной как бы проблемой для для россии но мир на кавказе мне кажется это выгодно для россии и для кавказа самой тоже именно потому что кавказ они они же что как делать это они очень хорошие торговцы они умеют бизнес делать но и делайте между собой бизнес чего вам у вас там я не знаю ну грубо так утрирую если у вас там растет грейпфрута у нас растет гранат блин у нас такое дело потому что это все же взаимовыгодные выгодно должно быть обоим сторонам любого россия правильно сделать что-то вступила вы ребята блин они там стоят тоже с какого года вот когда первый конфликта начался тогда бы нагорный карабах то с в армии был это 8 год по моему был вот и у нас значит и армия и азербайджанцы эти эти и это вышли там собрались ты каждая толпа и начали биться мы стоим сбоку наблюдаем блин а я еще тогда не врубил посолька все глубоко у них там оказывается карабахи значит между армении и и мы такие но и там потом побились побились разошлись все вроде бы там а дальше их у них конфликтов не было ну и по крайней мере видимо провели там собеседование там сказали ребята вы все-таки в армии есть не забудьте да прийти на гражданку делайте что там хотите а здесь вы его нарушаете дисциплину там законно и тот же самый да а никто и не знает я как разгорел я до сих пор не знаю из-за чего на кто первый начал кто-то же первый начал на я не знаю лично кто это начал потом а как вы считаете вот если 2008 году когда грузия там пыталась вернуть осетию и абхазии если бы россия тогда не вмешалась но позволила бы грузии как бы присоединить эти территории может вообще не было бы конфликта между западом и россия но жили жили как бы да но с его подружили там же дело в том что стояли эти голубые шлемы на миротворцы они стояли на линии разграничениями потому что конфликт уже был между южной осетии и грузии он уже создался опять же да потому что ну вот они говорят это типа грузия осетин нет ни хрена это не грузия это осетия до южная но это осетия и сидела горит они же начали с чего-то с обстрела короче наших миротворцев там почти все значит убили но ты но не россия же шла убивать наших понятно я имею ввиду если бы тогда просто но россия бы дала бы присоединить эти территории я имею ввиду тогда бы у россии не было бы конфликта с грузией не было бы конфликта с западом я имею да и с америкой но да до 2008 года я имею ввиду россия она была в g8 там она ну с ней все как бы дружили все везде встречались обсуждали то есть и экономические связи как бы да были хорошие вот после 2008 года как бы уже началась вот это вот вся значит обамовская риторика что россии нужно сделать так сяк там экономически задавить там 10 понимаете то есть я имею ввиду что до 2008 года россия спокойно могла позволить чтобы в узбекистане в киргизии могли быть военные базы американские понимаете военные базы я думаю я думаю ничего бы не закончилось потому что если вы не грузия если вот грузии допустим если бы грузия взяла вы южную осетию да но если бы они договорились не я бы сказали ребята давайте к нам грузию вам там преференции там не знаю какие-нибудь там плюшки пообещали вы просто тогда говорят хотя бы вот так вот если бы то россия бы тогда я не мешал я думаю но это бы не закончилось на этом уверен потому что вот эти вот добрые улыбки европейские до американские они же стояли одной рукой пожимали рука у другой у них за спиной ножек я потому что здесь живу уже 31 год все-таки риторику и знаем поведение народ вернется народы я сейчас швейцария до этого жил 15 лет германии как бы и тогда как бы все равно к там относились предвзято ну красиво предвзято потому что если ты русский там на работе как если ты работаешь там слесарями что такое там более предвзятое отношение было а я работал просто уже высокой сфере значит и там уже такого не было в этой высокой сфере дня было все нормально говорили а привет русский и это не считалось оскорбление по нормальному привет темец блин все нормально да никто никаких конфликтов не затевал а вот на работе где первая работа еще до того как я сделал образование там смотрели они там он там пол 10 лет на этой фирме он слесарь там какого-то разряда я не знаю или сварщик и я пришел они смотрели волком вот таким вот прямо вот эти вот люди и на работе стоял еще на работе в цеху стоял пивной автомат некоторые уходили за стеночку держать у них было такое а вот то что отношение к россии если бы грузия грузия дали бы южную осетию ничего бы не изменилось я думаю они бы нашли другой регион который может таки также грузия она также бы дружила с америка и против россии чё же не изменилось бы потому что нет смысла дружить против россии когда россия сама дружит с америка я имею ввиду россия была в g8 как бы да она была нам намного ближе чем любая постсоветская страна я имею ввиду и с ней считались и дружили я имею ввиду что все постсоветские страны всегда смотрели в сторону россии куда россия как бы и каждый тянулся с ней вместе в киев в европу не знаю я имею ввиду в тот момент до восьмого года россия была готова вступить в евросоюз вступить в нато да то есть я имею ввиду что никаких противоречий в принципе таких вот смотрите когда буш там когда путин стал президентом буш там встретился с ним у себя на ранчо там вышел сказал я посмотрел ему в глаза и увидел душу и оставили в покое чечню то есть до этого как бы американцы там все время там пытались этот а тут как бы поверил буш значит путину и все в чечне все закончилось все у россии никаких проблем больше не было скажем так не терактов ничего то есть россия развивалась дружила развивалась вот восьмой год он даже помните как обама приезжал да там с кнопкой перегрузка там перезагрузка и грузка перегрузка написано с дружелюбием да знаете кто приезжал это приезжала это этого да 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 это как его хиллари хиллари клинтон вот я имею ввиду тогда же мы все помним что обама сам прилетел в россию только переизбрался как избрался президентом он прилетел в россию с кнопочкой давайте типа понимаете и вот именно грузинский конфликт да и вот первые значит именно вот эти вот обидки все антироссийские настроения пошли именно с того момента не нужно ли было россии тогда отдать как бы все вот эти конфликтные территории я имею виду то что она сейчас сделала вот отдали карабах азербайджанцам хотя русские всегда поддерживали армян да это понятно вот но сейчас поняли что зачем им этот конфликт то есть отдали и таким образом они от сохранили хорошее отношение с азербайджаном который который всегда обижался на россию и за карабах и пыталась приблизиться с турцией но вовремя они как бы признали карабах не вмешались в этот конфликт и азербайджан остался дружелюбной страной для россии это очень хорошая сделка знаете вектор поменьше да почему нельзя было там с приднестровье точно также отпустить приднестровью отдав молдаве то есть чтобы молдова стала не стала антироссийским каким-то там обиженным государством я имею ввиду и точно также с карабахом точно также с грузии там и и и в и чтобы у американцев не было повода но я имею ввиду чтобы не было повода где-то что-то расковырять и начать какую-то русофобию понимаете то есть мне кажется россия стала заложницей именно вот этих малых конфликтов разных республик она вроде бы как бы это за кого-то а потом ты еще и тебе тебя ты еще и виноват вот я поэтому поэтому и говорю что это как мать теоретически я имею ввиду если если бы сохранили значит медведев помните как ездил в америку там в apple то есть как его там возили по америке да вроде все было неплохо на тот момент и рост экономически у россии то есть и влияет со всех ракурсов да и чемпионат мира то есть то что она выиграла в сочи олимпийские игры то есть все так хорошо шло может быть надо было все таки не начинать как сейчас объяснить вам может быть нужно было доиграть эту роль пока не окрепнет еще сильнее россия но она ее доигрывала скажем так и спровоцировали на две тысячи восьмом году в наглую зная что то есть перепроверить до перепроверить верна ли она там своим обещанием что ну да принципы сохраняет или нет какие-то понимаете но дело в том что буш то буш он был не дурак это же с которой президенты даже не обама он был умный человек буш то неважно там но он он был думающий президент который сам думать умел тоже вдобавок потому что не обама сам не умела откуда его взяли там провинции лерка блин поставили президента много как вот зеленского и значит это и там все и пошел уже раздрайв полные после этой грузии дело в том что ничего они проверяют россию на стойкость смотрите смотрите я почему так говорю смотрите когда югославию и югославию добивали россия молча она выдержала югославию она выдержала повешение саддама хусейна унижение каддафи понимаете и тут и тут там казалось бы до абхазия осетия ну могли промолчать закрыть глаза там отдать чтобы территорию понимаете по сравнению с тем что выдержала россия на ну вот эти вот моменты они были не такие прям сильные прям где можно было бы найти вот идти на на рожом то есть да и дело в том что они проверить проверяли именно россию а среагирует она я думаю ну правильно поэтому и создали вот ту грузию которая вот грузия стала да вот этот самый как его который галстук ел как его саакашвили они поэтому его какой он президента его блин из одессы выгнали там там губернатора это понятно я просто имею ввиду надо бы может надо было быть мудрее не вступать как бы пока ну смотрите если бы даже россия например если россия в 2008 году была бы той россии для запада да то на данный момент она была бы намного сильнее окрепшие я имею ввиду да и и экономически и и связи были бы с европы намного теснее и северный поток бы заработал понимаете то есть может нужно было выждать более сильную позицию перед тем как выходить на мировую арену и кидать перчаткой то есть вызывать на дуэль понимаете не рано ли не рано ли я считаю что в самый раз как раз подошло потому что россия когда почувствовал сильная крепшей все таки возрасте возрастила знать потенциал и промышленность стала развиваться несмотря на санкции кстати развилась еще лучше даже значит и тут уже называется блин ну будут называть слабаками да чё с ними в исключили с g8 на допустим и с g8 и это уже в четырнадцатом году вы говорите а ну и то ну исключили да нам и без вас нормально ребята 5 из там как хотите там это g да помните как это самое когда путин опоздал там надо вот этот жизнь 28 была еще последняя по моему и он идет такой уже те стемнело там там какой-то там и дворец или что такое не дворец большой они там стоять и типа на часы смотрят а где путин блин ну фотку надо делать же групповую да там это самое совещаться идти уже о чем-то там вот ждали ждали о приехал наконец самое даже да все нормально было да ну когда исключили вот это четырнадцатый год вы сказали да по моему и я просто про год не помню точно она но это и что ну мы бы типа русские посетили исключили джиусь не да ничего не ничего просто если папа так поразмыслить внутри трезвую голову то то как встречает путина в катаре теперь это как афа повод и радость а раньше путина встречали в америке так посмотрите как его встречали в европе и вы сейчас говорите что в g8 люди могли ждать путина чтобы там знаете сделать фото понимаете катар катар по сравнению с g8 но это ничто да понимаете я имею ввиду то положение которое имела россия до теперь ей приходится радоваться к таким моментом как в катаре встретили путина понимаете я не говорю что это плохо это очень хорошо но все равно как бы у россии была возможность достать именно в лидером и в экономике то есть нагнать и китай по развитию экономики промышленности я имею ввиду из европы тесные какие-то отношения и чтобы достроили этими страли вертолетоносцы и не только можно понимать я имею ввиду американская разведка мне кажется пошла на опережение спровоцировав все вот эти события то есть она от предчувствовала что если завтра станет крепко на ноги россия и вместе с европой они договорятся там помните это самая большая опасность для них была вот мне кажется не нужно было россии это мое лично субъективное мнение не нужно было реагировать на понимаете то то количество потерь и которые сейчас имеет россия в виде солдат я имею ввиду и тем миротворцы которые были пострадали в абхазии на знаете можно было бы сказать хорошо окей вы провоцируете но понимаете вот когда турция сбила российский истребитель на и два пилота погибли в россии пришлось проглотить это понимаете то есть потому что невыгодно было на тот момент вестись на эту провокацию и правильно сделали и правильно сделали и понимаете и абхазии мне кажется была именно такая же провокация понимаете вот а вы знаете я официально обстреляли миротворцев чтобы спровоцировать русских ну ну да я так и думаю но блин если мы каждый раз будем глотать эту горькую пилюлю с нами когда-то перестанут считаться вообще ну тогда не было предпосылок что с россии перестанут считаться потому что я же еще раз говорю саркази друзья путина то есть шредер саркази европой не ну как бы вы там не говорили ой да в g8 тут вы только что сами говорили что ждали путина когда прибудет путин да это там же и президент америки но ему позволяли вести себя как мир мировой лидер то есть он не слезал с обложек таймс понятно понимаете как влиятельный политик планеты земля то есть да там везде его восхваляли везде его встречали как лидера да там не последнего скажем так с уважением обманете да 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 про путина то как саркази там умолял чтобы он там не вешал значит шаг сакашвили там в тбилиси помните да в пекине когда олимпийские игры саркази полетел к нему на трибуне там уговаривал его чтобы остановились русские военные не вторгались в грузию то есть но понимаете я имею ввиду что все-таки мне кажется мне кажется не нужно было поддаваться провокации наоборот дело в том что вы понимаете что эти провокации могли бы уже зайти на территорию россии если бы она зуб казала тогда вот зубы показывают когда вот знаете что дразнить даже ту же самую кошку когда иначе начинает даже если она тебя любит хотя может укусить или поцарапать так что я считаю смотрите я считаю что россия должна была опережать по разведке по всему наоборот русские должны были объединить абхазию грузию заставить абхазцев и осетин если бы если они должны были карабах отдать азербайджану уговорить армению что ей так будет выгодней им помирить эти государства также с молдовы наоборот она должна была как лидер это мое мнение все вот эти локальные конфликты расщепить то есть объединить и сделать дружелюбные снг тогда было бы мощные снг понимаете то есть не у кого не было бы вот этих вот обидок всяких значит где россия значит уступает одним не помогает другим понимаете наоборот сделать такую атмосферу дружелюбие воссоединить все территории убрать все конфликтности и чтобы у американцев не было повода понимаете то есть провоцировать лишний раз русских то есть закрыться я имею ввиду закрыться пока не окрепнет все эти страны вот как снг как союзные там понимаете то есть наоборот работать на укрепление то есть и потом только да можно было сказать слушайте хватит там беспредельничать вот вам придется считаться с нами понимаете это знаете у немцев есть такая хорошая поговорка после событий все умнее становятся но уже по согласен понимаете то что развед сработала наша я считаю да плохо сработало они же на наша разведка же не узнала настоящий замерений по минским соглашением что они не хотели никакого мира вы реально думаете что не знали мне кажется знали все ну а почему тогда вторые заключались которые ушли на потому что я я считаю это мои субъективные опять же мнение я думаю что с самой россии нужно было свои проблемы решить она не не была готова к большому конфликту понимаете на тот момент минские соглашения как и украине было выгодно так и россии потому что россия еще была не готова к большой войне я не имею ввиду физической я имею ввиду экономической то есть резкие вот эти санкции если пошли бы да они уже тогда тогда россии тоже нужно было выждать свои проблемы болячки решить потому что 2008 год тоже раскрыла многие проблемы в российской армии понимаете да так многих повольняли там поэтому в четырнадцатом году если был бы то что сейчас происходит двадцать первом году россия бы навряд ли но смогла бы наверно или было бы совсем тяжело скажем так ну а я вот так набор читаю у меня другое мнение по этому поводу я считаю что если в четырнадцатом году она что у россии было достаточно войск до не таких модно модернизированы но украины армии тогда не было так поймите поймите что американцы тогда как и европейцы сказали что если не дай бог вы свержи сверните власть который мы установили в киеве воспользуетесь слабой армии украины то война будет в европе но большая война не отстанут от россии не отстанут от россии взять им киева вы понимаете или нет это я понимаю но так вот они бы не вмешались потому что здесь вступает силу это вы так думаете на то я так вы так думаете смотрите больше смотрите в на у нато есть в уставном этот если страна которая входит в блок нато сама первая начинает военные действия по отношению к другому государству тогда блок нато не вступает да это правильно теперь я вам объясню если бы русские стали бы идти в киев как сейчас то польша бы заставили польшу вторгнуться на территории украины для того чтобы оккупировать территории западной украина понимаете до trading был конфликт между польши и россии тогда бы тогда бы сделали польшу как сейчас украину понимаете то есть нато бы не вступила в военные как бы противостояние с россии но польшу поддерживали бы как союзника не смог они жили бы кода раней так я вам объясняю что россии тогда было невыгодно невыгодно понимаете то есть ей тоже объясняли что минские соглашения, это выгодно обеим сторонам. Ну да. Вообще-то да. И они это знали. Да, они, зная, пошли на этот договор как бы. Потому что Россия бы не ждала 8 лет исполнения этих договоренностей. Уже в первый же год предъявили бы там Украине, что они не исполняют. И начали бы спецоперацию. Вот это для меня загадка, почему не сделали. Потому что России самой нужно было вытянуть время, понимаете? Ну, подготовиться к этой войне. Конечно. Сколько проблем сейчас с СВО появились, дырки, проблемы. Вы думаете, это еще за 8 лет решенные. А представьте, если в 2014 году какие проблемы могли быть? Могли, но дело в том, что мы противостояли бы тогда слабому противнику. А сейчас... Не слабому. Я вам только что объяснил, что у вас была бы война с Польшей. Да не было бы никого. Да было бы, было бы. Что вы думаете, Украину просто вот так вот взяли бы и отдали бы. Да. Нет, вы так... Это те же самые хохлы, только в профиль. Нет. Вы забыли, вы забыли, какие учения проводились на территории Польши, какие силы туда стягивались. Не просто так вам Лукашенко рассказывал о том, что Польша готовится к войне. Понимаете, если не будет войны на Украине, будет война в Белоруссии. Ну, извините, там все уже было просчитано, продумано. Втянуть войну Россию была задача американцев. Да, способом. Любым способом, правильно. Да. Если вы добили бы слабую Украину на тот момент, вы бы этим не, как бы не решили проблему. Понимаете? Мы бы решили проблему, мы, по крайней мере, ее подвинули. Либо Польша вторгается в Беларусь, либо в Украину. Никуда она не вторглась бы. Потому что... Это вы так думаете. Это вы так думаете. Я так считаю по поводу. Я все-таки по профессии аналитик. Вот. А я вам говорю, что вы не добили бы, ну, не решили бы проблему взятием Киева. Понимаете или нет? Мы бы ее отодвинули. Если бы вы, реально, ваша разведка знала бы точно, что Польша не будет нести никакую, как бы, военную риторику против России и можно брать Украину, взяли бы, не подписывали бы никакие минские договоренности. Вы понимаете? Ну, это понимаете. Минские договоренности были больше... Не выгодно было России вот так вот, видя слабую армию Украины, подписывать Минские соглашения. Я вас прошу. Дожали бы там все, дожали бы, сделали бы так по красоте, поставили бы своего президента, все было бы нормально. Так уже ставили, и что, ничего не помогло бы. Ну, я вам объясняю, что силы, если вы пошли бы до Киева, были бы проблемы, но... Ну, не такие, скажем так. Еще похуже. Ну, я в этом совсем не уверен, потому что на тот момент... Знаете, почему Киев не брали первые дни СВО? Не знаете? Знаю, знаю. Знаете, почему разведка Америки точно вывозили своих граждан, послов из Киева? Потому что были уверены, что падет Киев. Конфликт будет на территории Польши, либо Белоруссии с Польшей, либо Польши с Россией на территории Украины. Отступили от Киева, потому что русские поняли, что втягивают их в большую войну с Европой. Вы не понимаете? Я понимаю, но это не так. Ну, а что не так? Под Киевом были... Подождите, под Киевом стояли, значит, войска Российской Федерации, просто делают ступор, и начинаются переговоры, типа, в Минске, потом в Стамбуле. Вы думаете, что России было выгодно вот эта вот тклеющая война? И просто так они отступили от Киева? Нет, не просто так. А что? А потому что я вам говорю, что американцы четко дали понять, что Киевом не закончится, как бы, вся эта история. А кому дали понять? Русским. Украине? Русским и белорусам тоже. Почему потянули военные, значит, российские военные потянулись к Белоруссии? Как вы думаете? Почему Лукашенко все время кричал, что Польша готовит провокацию на границе? Потому что четко русским был дан сигнал, что если они свергнут президента действующего и падет Киев, этим конфликт не закончится. Да, он и не закончится. А он не заканчивается. А так где был бы конфликт тогда? Только на Украине. Нет. А как, если пал Киев, какой конфликт на Украине? Ну и все, значит, нет больше. Все, задачи выполнены СВО. Типа, я вам объясняю, что с Польшей был бы конфликт. Я вам объясняю. Либо Белоруссия, а вы как союзник белорусов. Я вам еще раз объясняю, что вы как союзник в блоке ОДКБ, Польша, если начало бы агрессивные действия против Белоруссии, вы обязаны встать на защиту белорусов. Все, НАТО не пришлось бы воевать, просто пришлось бы Большу... Ну, Польша, перекачанная НАТО вооружениями, это не Украина, как бы, да? Ну да. Ну, была бы еще больше война, понимаете? Да поляки воевать-то не умеют толком. Они ни одну войну не выиграли. Знаете, до спецоперации вы точно так же говорили про Украину. Что они там с деревянными автоматами бегают, типа, что они там... Я так не говорил никак. Я сейчас говорю про Россию. Российские телеканалы высмеивали, говорили. Что там, значит, эти украинцы там бегают с деревянными автоматами. Да, там за два дня там возьмем Киев. Все, все это было. Кстати, про два дня, вернее, сегодня и про два, про три дня. Вы знаете, что самые боеспособные батальоны это польские сейчас наемники на линии фронта. Вы понимаете, что польские наемники... Сколько их там? Ладно. Знаете, я понял, я понял, что вы как бы считаете, что Польша никогда не готовилась к конфликту с Россией. Готовилась. А это еще хуже по идеологии, чем украинцы. Вы понимаете? Польша ненавидит русских, ненавидит. Она с удовольствием будет воевать. Отец моей крестницы, он поляк. Да. Они с удовольствием будут... Нет, он отлично. С удовольствием Польша в идеологии, я имею в виду, в ДНК в своем. В ненависти. Это еще хуже, чем Украина. Понимаете? Ну, на данный момент уже Украина переплюнула даже Польшу. Нет. 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 Думаете, не все. Ну, там просто сейчас никто говорит об этом. Знаете, нет. То, что накачивают там информационно украинцев, да, но если начнут точно так же качать информационно Польшу, вы не представляете, что там вырастет просто. Если открыть вот этот ящик... Да уже выросла. Нет, там еще сдерживают. Поверьте, там еще немного сдерживают. Там нет именно информационной русофобии, так, чтобы прям люди встали. А если как... Там нет. Нет. А я вам объясняю. Если вдруг понадобится американцам, чтобы уже и Польша пошла как бы против русских, то будет такая информационная накачка, что вы получите еще втройне заряженные как бы вот энергии русофобии, понимаете, и вот этих воинов, которые готовы как... как эти, знаете, во имя там... Ну, понятно, кого, да. Дуды. А, ну и не Дуды, а еще там за океаном у него дружок. Ну, я же вам объясняю, что если что, в подстраховке стоит Польша. Почему Польша активно помогает Украине? Потому что даже Польша понимает, что если не выстоит Украина, придется им вступать уже как бы, да? Ну... Придется. Ему нахрен нужна эта Польша. Придется Польше идти во имя американцев, ну... Не-не, не пойдут они. Ладно. Да я вам просто говорю, я знаю поляков. Не пойдут они, пока и стоит Киев. А дело в том, что, смотрите, почему Россия... В России очень много стратегического вооружения, да? То есть, ракеты стратегические, не ядерные даже. И мы их ядерные не считаем, потому что мы на Украину избрасывать не собирались. Просто вы не понимаете, почему ядерное оружие вы перетащили на территорию Беларусь. И почему Такаев говорит, что ядерное оружие на двоих. Одно, как бы, два государства и ядерное... Потому что вы Польше дали понять, что Беларусь самостоятельно может, если вторгнуться, понимаете? А когда Польша вторгнется, то есть, НАТО не будет воевать за Польшу. Это будет одна из таких же войн, как с Украиной. Понимаете? И у Беларуси появилось атомное оружие, чтобы усмирить Польшу и НАТО в том числе. Чтобы не нападали и не развязывали военные действия на территории Беларуси. Я вам объясняю, что были, значит, планы. Понимаете? Планы. Если пойдет Киев... Если пойдет Киев еще в 22-м, когда СВО начался. Если пойдет Киев, будет война, значит, уже на территории Европы. Ну... Вы что, реально думаете, что, значит, 30-тысячной группировкой можно было взять Киев? Знаете что? На тот момент, на тот момент можно было взять. На тот момент у них не ПВО. Там Зеленский просто с бункера кричал «Закройте небо!» Тут российские самолеты, значит, летают. Понимаете? Гастомель взяли, ну, за секунды. Пригнали бы туда российские самолеты, все, ну, все заблокировали, могли бы все заблокировать и окружить Киеву. Могли. Я вам объясняю. Не сделали это, потому что был сигнал. Я вам объясняю. Был сигнал. Ну, четкий сигнал, что взятием Киева не будет, как бы, конфликт не исчерпается. Ну. Да конфликт этот идет уже, вот, сука, это он уже идет уже десятки лет вообще, собственно, это как бы... Поэтому Путин, Путин красавчик в этом плане. Понимаете? Он не играл, не сыграл партию, которую ему предложили, понимаете? Он не пошел теми ходами, о которых там предполагала разведка, ну, значит, спецслужбы западные. Понимаете? Он переиграл просто, ну. Ну, да. А знаете, вот реально, вот я так думаю, по крайней мере, мое мнение, почему, значит, наши войска зашли под Киев? Дело в том, что за несколько недель до этого обнаружилась очень большая группировка украинских войск под Донбассом. И когда они зашли, они же из Белоруссии зашли же все-таки, да? Там, короче, там они проехали, там встали здесь, и они там месяц, там, значит, это, кашку варили, там, и ели, это самое, капсиды регулярно. Дело в том, что они оттянули часть группировки из-под Донбасса туда. Я вас прошу, когда эвакуация американских послов, польских, великобританских, и разведка говорила, что будет наступление с трех, все они рассказывали, ну, до, до СВО. Вы что думаете, что американская разведка западная не предупреждала Украину, что с территории Белоруссии там пойдут, значит, какие-то части... Да я вас прошу, не надо рисовать игрушку, где оттянули, типа, ничего такого не было. Хотели взять Киев, потом остановились, все, точка, и отошли, потому что... 30 тысяч человек для Киева, это... Я вам говорю, что 30 тысяч и воздушные, как бы, доминирования в воздухе хватает? Насчет воздуха, да, потому что городские бои... Я вам говорю, десантирование внутри столицы могли десантники спустить, блокировать... Могли, конечно, да. Все, зачем вы сейчас говорите 30-тысячная или 100-тысячная армия? Я вам говорю, что на тот момент Киев не был готов защищать столицу. Все, точка. Ну, да, не совсем, да. Да, почему они побежали на переговоры сразу на второй день в Минск? и потом они слились с этих переговоров. Ну, нет, это уже другое. Я вам объясняю, что Путин просто остановил войска, зная, что если падет Киев, начнется там, полохнет там, в Беларуси. В Беларуси, да, какой-то полохнет. Польша, ну. А при чем здесь Польша? Ладно, все. Вы понимаете, смотрите, если Россия... до свидания. Я устал уже. Реально устал. Просто человек забыл, какие учения были на польских территориях до СВО. Кто там на танках разъезжал в Польше? Как ее там, эта женщина? К burn 효ка, который я, которая что-то исчезала, так же, что там, это происходит. И или, что, Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, вот смотрите... 7 лет назад в Польше продолжаются масштабные военные учения НАТО. Ну, 6 лет назад НАТО учение в Польше для сдерживания России. Ну, сдерживание России. Сдерживание России, прикиньте. Это как, типа, сдерживание России? Ну, если не выстоит Киев, кто должен сдерживать? Да? По логике. Так, сейчас. Помните? С конца января солдаты армии США и войска польского участвуют в совместных учениях на полигоне в окрестностях города Жагань. Американские и польские танкисты во вторник провели учебные стрельбы в рамках программы боевого слаживания. Более 3,5 тысяч военнослужащих, 4-й пехотной дивизии США и сотни боевых машин переброшены в Европу для укрепления восточного фланга НАТО. Майор Майк Харрисон несколько лет назад служил на Ближнем Востоке. Для нас это как возвращение к истокам, то есть к решительным действиям. Борьба с противником, обладающим многими из тех возможностей, которые есть у нас, вовсе не то же самое, что операции в условиях Афганистана или Ирака. Командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес заявил на этой неделе, что Польша станет основной оперативной базой НАТО в Европе. По словам генерала, нападение с востока маловероятно, но присутствие наших войск в регионе делает такую вероятность еще меньше. В июле прошлого года лидеры НАТО приняли решение разместить в Польше, Литве, Латвии и Эстонии 4 многонациональных батальона. Цель этой меры – показать восточным союзникам готовность всего Альянса обеспечить их безопасность. Обеспокоенность этих стран вызвали действия России в Крыму и Донбассе, а также ее повышенная военная активность в Балтийском регионе. Российская сторона заявляет, что НАТО ведет себя агрессивно и угрожает ее безопасности. Субтитры создавал DimaTorzok 7 лет назад. То есть они готовились к сдерживанию России 7 лет назад. До СВО. Посмотрите вы. Они были уверены, что падет Киев. Понимаете? Так, а помните, да, провокации на границе, провокации на границе Белоруссии и Польши? Польша и Белоруссии. Пожалуйста. Это до того, как СВО началось. Польша обвинила Белоруссии в вооруженной провокации на границе. В ночь на вторник польские пограничники сообщили об обнаружении на территории Польши трех людей в форме с длинноствольным оружием. Как пояснил пресс-секретарь министра координатора польских спецслужб, при попытке выйти с ними на контакт, неизвестные перезарядили оружие и вернулись на белорусскую территорию. В связи с инцидентом в польский МИД был вызван временный поверенный в делах Республики Беларусь в Польше Александр Чесновский. Всё произошло динамично в условиях ограниченной видимости, поэтому было невозможно определить, из каких подразделений они прибыли. Мы столкнулись с очередной агрессивной провокацией белорусской стороны. В последнее время пограничная охрана Польши отмечает всё более агрессивное поведение мигрантов. В минувшие выходные было зафиксировано несколько подобных инцидентов на польской белорусской границе. На прошлой неделе мы зафиксировали несколько попыток силового пересечения границы. Понимаете, для чего это делалось? Сейчас таких риторики нет со стороны Польши. Нет никаких провокаций. Почему? Потому что, во-первых, стянули российские войска в Беларусь, плюс ещё и атомное вооружение. Всё, прекратилась вся эта риторика. Нет никаких провокаций на границе Беларуси и Польши. Польши власти заявляют, что это форма гибридной войны против ЕС, которую ведёт режим. Так, Польша готовилась. Она в любое время могла обвинить Беларусь в том, что Беларусь нарушает какие-то договорённости. И всё, здравствуйте. И вспыхнула бы война. Военные действия. А по уставу НАТО, если Польша сама начинает военные действия против какой-либо страны, то есть, да, блок НАТО не вмешивается. Тогда бы мы получили что? Точно такой же гибридную войну, где НАТО поддерживало бы Польшу, сама бы не вступала в военные действия. А Российская Федерация, так как она в ОДКБ, то есть, да, и Российская Федерация была бы вынуждена втянуться в эту войну. Потому что, как и ЛДНР, которые подписали договорённость о союзничестве с Российской Федерацией, да, точно так же и существует обязательство в ОДКБ, где Россия была бы обязана вступить на защиту в Беларуси. И вот вам был бы конфликт между Польшей и Россией. А Польша, извините, это не Украина. Польшу уже годами готовят к этому конфликту. То есть, то, как натренированные там и вооружены вооружения, то есть, да, и всё остальное. И русофобия, которую, если подкачать медийно, то есть, с нужными инструментами, тогда вы получите в десятикратном размере, то есть, людей, которые будут с удовольствием воевать и убивать русских солдат. Понимаете? Здравствуйте. О чём ждёте здесь? Да, о разном. Смотря какой собеседник. Ну, например. Ну, например. Что ждать в двадцать четвёртом году и по каким правилам будем жить? Ну, и по каким же правилам будем жить на ваше усмотрение. Вы уже кофе попили? Нет, я кофе не пью. А новости почитали последние? Так, слегка так прошёлся. Ну вот, а я новости не считаю. Ну, а какие правила будут? Да я не знаю. Вот мне тоже интересно, знаете, вот на каких условиях договорятся США и Россия, ну, какой это будет мир и какое влияние. Кто с кем? Кто сильнее, тот и будет прав. Нет, сейчас же стремятся к биполярному как бы влиянию. Не монополярному. А там, чтобы другие правила будут, там тоже будут правила сильного. Ну, я же говорю, как поделит шарик, как поделит зоны влияния, кто с кем будет, вы не знаете? Это они даже не знают, а уж что нам-то простым светом откуда знать. Ну, хорошо, тогда давайте тему вашу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!